утро доброе мои дорогие друзья 16 часов без света уже все на мне лица нет еще закончились деньги на телефоне не вай фай они интернета ничего нет 16 часов без света у меня голоса нет у меня горло болит а знаете почему горло болит поехала вчера вечером купить что-то попить холодная выбрала в холодильнике вот и бы самая холодная пила но даже невозможно силой просто нет 16 часов без света 16 часов все график у нас не работает так где люда господи вера моя что вытворила не все дома не было я приехала где-то около трех часов домой она без сознания почти лежит плохо не огурцы подвязываю я не могу своей мозги оставить она меня доконает она меня доконает без мозгов включила камеру ну думала как всегда . поприветствует она вас приветствует просто она говорит нам давай помолчим тоже у нее такая огромная усталость пять дней генератор не выключается вот давай помолчим это мир между собой топтеры бенем о своем я говорю ну хоть улыбнись видите как у нее улыбка везу ее сегодня последний день на работу а потом она идет в отпуск едет в одессу девочка в общем будем с вами вместе переживать я шучу нет не переживать а будем ждать и наблюдать ну да я придурковатая мать я придурочная мама что я могу сделать придурочная нельзя так я понимаю вы мне сейчас напишите отпусти выгони пускай квартиру снимает я это все понимаю но я должна вам сказать никто никого не держит я бы такая чтобы сама честно говорю вот и сама хочу пожить я тоже сама пожила потому что думаете я не хочу сама пожить или я не хочу пожить с кем-то или я же не могу привести сюда где мама где где людочка мужчину и кого я приведу приведу солдата с дороги ну вы меня поняли я немножечко шучу нужно что было все вам понятно вот сейчас бензин заправим и погоним дальше в следующем видео ой следующем видео дальше по видео расскажу про свою маму ой это же я озвучиваю сейчас шума мама вытворила девочки ну хоть немножко поулыбайтесь и расскажу как что людочка вчера организовала в ресторане и поставить и что делали постоянные посетители ресторана я поем я вчера делал пол третьего сейчас одиннадцать сорок пять я такую девочки икру сделала в общем здесь восемь штук моих баклажан и один кабачоночек много помидор и сладкого перца лук без морковки немножко правда девочки сахарку добавила чуть-чуть чесночок ой какая же она вкусная я никак не могу я горжусь собой что я прислушиваюсь своим девочкам которые мне сказали нателла посади за домом представляете здесь ничего нет один раз только удобила куриным пометом здесь нету никакого нет нет колорадского жука никаких химикатов все натуральное да они небольшие но они не горькие они же девочки сладковатые сейчас будем с вами снидать я казала моя бабуня натаня иди снидать будем снидать сейчас кто-то спросит а вера анатольевна сейчас я вам расскажу сейчас я буду жаловаться на веру анатольевну а вы будете улыбаться вы все мои не от вас скрывать нечего но просто вера вот кому это мы такие если люди люди знаете в кого а веру сейчас девочки будете смеяться включу свет в общем лишь только что вам пожарова что нет света 16 сейчас в общем дали свет вот мне дома не было часа три наверно я бензин ресторан завозила поехала заправилась отвезла потом заехала в отб хлеба купила скупилась купила спичек нету купила газовые зажигалки для газовой плиты чтоб классно было но вы поняли меня короче сейчас секундочку расскажу сейчас девочки подождите я же к вам ой 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 я же к вам прислушалась заморозила вот столько вольда 5 пакетов таких это просто вам показываю вот смотрите вот девочки спасибо такие три фляги в морозилке лежит мне там девочки написали нателла да по-моему юлечка ты мне все это пишешь и еще девочки которые прошли через это все они написали наташа наташа побольше говорит этого самого бутылка когда когда свет отключают холодильник логии долго держит тепло и мы стараемся туда не за мнение не заглядывать эти меня цвет дали немножко жила сейчас девчата виду жди подожди подожди подождите подождите я попью свои зеленки я же не могу вы знаете короче рассказываю девочки это же это вот анекдот короче когда у меня андрей где-то месяц у меня жил да вот он еще будет на выходных ко мне приезжать надеюсь будете вы его еще видеть я ему доставала в две красивых бутылки вина ну там по делам ездил угощал вот сейчас девочки я же вам показывала красивая и одну для него налила холодно думаю что была холодная когда будет свет прозрачную флягу и он похож на компот и положила морозилку естественно за 16 часов это вино она не сильно и заморозилась как градусы чуть-чуть разморозилась ходит моя вера у девочки сейчас приезжаю только что я сейчас смотрите девочки вера идет нормально идет только смотри вот так вот рима тебе плохо мне очень плохо или мам у тебя солнечный удар вчера было это луха на солнце память это огурцы подвязывала я и на нее на ругалась накричала прям положила связала и на телефончике сериал поставил аж света не когда не было света он смотрю понимаете а с не выключила кастрюлька с газом это выпалилась вода в общем шкоды нору было люда с ресторана привезла другу своему пустые бутылки у друга своя пивоварня и он все равно выбрасывайте бутылки собирай мне и мы в гараже складываем складываем он приезжает и забирает а вот ну не обязательно говорить об этом маме потому что ну зачем да не все же не все и рассказываю мама вот мы собираем бутылки до нашего друга она сегодня пошла выкинула и еще утром меня спросила наташа я выкинула у кого-то выкинула может не надо было я люблю как в ресторане бармен и собирают специально люди девочки знаете или в мусорку кинуть опа и все то ли они в ящики складывают с крышечками все аккуратно а бутылки спал пива с хорошего такого вот короче говоря она побежал опять на мусорку забрала эти бутылки это такое сегодня было лучше думаю ну ладно человек пожилой и рима внелась там гаража ваража чисто по припаду братом все по делам масло бензин все что надо нам очень приезжаю беру не узнаю и не признается а я смотрю что то не то и не пьяная и не трезвая и не больная ну какая то не такая когда слышу такой какой то знаете как запах кислятины в общем ладно вот рубят лежит вот рубят что она сделала дали свет она сама это нам не рассказывает надо даже дали свет я такая холодильник смотрю а он а он еще знаете как как вам объяснить она еще холодная холодная такое киш-морозилка долго держит но не лед и она думала компот. Ваша Вера Анатольевна лежит, отдыхает. Все. Вот так. Не знаю, может быть, я очень долго рассказывала. Я не знаю. Но все. Отдыхает. Ваша Вера Анатольевна. Вот вам и гуль-гуль-гуль-гуль. Хотите вихти, хотите нет. А я такая, что ты сделала? А ну, гляш. Буду тебя слушать. Знаете, что она идет? Идет. 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 Чеснок перебирать. Я говорю, уйди, солнце. Уйди. Говорю, уйди. Буду тебя слушать. Я такая беру ее за руку. Спать. Поставила сериал, спорит сериал. Смотрите, лежит. Обиделась. Не, ну, девочки. Не, ну ты пьешь. Ты что, не чувствуешь, что это не компот? Вот. Вот таки было холодно. Таких холодно, Наташа, было. Таких холодно было. Ну, е-мое. А оно, девочки, оно крепленное. Его опасно пить. Мужчине. Андрей выпил стакан. Наташа, говорит, споткнулся. Оно, говорит, быстро проходит. Но сразу, говорит, моментально. Хо! Я же его вообще не пью. Ну, куда? Я его и делать больше не буду. Кому я буду его делать? Ну, кому я буду его делать? Туда не пью. Вот этим более. А вот за пивоварню надо подумать. За пивоварню, сказала Наташа, которая сидит без света и без генератора и без станции. С одним аккумулятором. Ну, что, аккумулятор тянет чуть-чуть в холодильник? Ну, не очень. Чуть-чуть он тянет, ну, ненадолго, девочки. Ну, часа три. Часа три хватает. Все равно. Ну, все, у меня одни яйца. Я вчера купила сало на озерке классного. Я вам вчера просто не показала. Я была такая уставшая. По 150 гривен взяла. Вы видели, я взяла. Рудов в холодильнике лежит. Помидоры взяла по 50, по 70, это не помню. А, на 70, по 50, на 70 гривен. Вот, часа я ищусь у себя пожарила. Да, себе. Вера, хорошо. Она хорошо уже позавтракала с утра, понимаешь? Ей хватит уже. Вот. Судя, яйца купила, купила майонезик. А ну, захотелось майонеза. Я не знаю, в последнее время стала жать майонез, потому что, девочки, вы мне объяснили, что нехватка, мясного мало едим, нехватка. Ну, нехватка. Вот, короче говоря. Еще сейчас расскажу. Я хочу, знаете, как хочу, что сказать вам. Все-таки не только о плохом надо говорить, а о хорошем. Тем более, если я блогер, то я знаю, что и вы, наверное, это вчера все сделали. Вчера, позавчера, или, наверное, еще и сегодня делаете. Ой, а моя Люда такая молодец. Сейчас, сейчас, девочки, сейчас я выключу там этот самый, у меня на газу еще стоит варенье. В общем, все вы знаете, да, что в Киеве произошло, какая трагедия, вот трагедия детская, да. Ах, Мадед, больница. Что там, что там произошло и как, в общем... Если я буду сейчас что-то такое говорить, агрессивное, просто, понимаете, я... Ну, надо брать себя в руки. В общем, ну, нам, простым людям, необходимо как-то на это реагировать. В общем, я прямо вот, я хочу это сказать. Я имею полное право. Моя доченька в своих личных средств 2000 перекинула на помощь Ахмадеду. Ахмадеду, господи, так волнуюсь. Знаете, пацаны, в этой каши варишься. В общем, это самое... И вчера в ресторане прямо было очень жарко, тоже света не было. На генераторе постоянно работал ресторан. Ну, шли посетители, шли люди. Людочка моя поставила коробку, и они вчера собрали 80 тысяч. 80 тысяч, представляете? Люди, люди, да. Это анонимно, в коробку, кто сколько мог. А чаевые официанты, которые давали им чаевые, тоже в эту коробку все скидывали. 80 тысяч собрали. Я прямо, вы знаете, я горжусь коллективом. И там уже осталось одни женщины и пару молодых людей. И то, наверное, это ненадолго. У одного четверо детей, наверное, тоже заберут скоро. Он говорит, что заберут, и я не буду сопротивляться никакой, никакие справки на мангале, который вот это он жарит. Вот эти вот все овощи. Вот повар. И другой там еще су-шеф. У него там какая-то инвалидность первой группы, но он подходит. Он подходит под мобилизацию. Но пока еще, пока еще он здесь. Короче, собрали. И Люда мне вчера позвонила. Мама, мама, ты представляешь? Боже, и плачет, прям плачет. Представляете? Я надеюсь, все это сделали. Вы знаете, я надеюсь, это все сделали. Хоть и по 5, по 10 ривен. Потому что я понимаю, знаете, много пенсионеров. Я знаю, что люди скидывали. Кто сколько мог. Знаете, с миру по нитке. Вы же знаете, в курсе, да, что с миру по нитке надо. Потому что там необходимы были препараты. Диализа необходимы. Там крика помощи идет. Еще до сих пор много ищут под завалами людей. Ну, короче говоря. Так что очень много людей собрали. И у нас ресторан Репортер собирал. Потом вот этот вот блогер у нас есть. Оказывается, даже не знала, что он инстаграмщик. Фотограф. Фотограф. Огромную сумму собрал. Певица. Людина подружка. Тоже Лариса. Она победительница. Этот... Не голос краины. А, голос краины. Там, где вот это, поворачиваться надо. Вот они троем сидят и поворачиваются. Берут, не берут. Короче, Лариса и Оксана. Они пособирали. Короче, вот такие вот дела. Я прямо, вы знаете, когда вот так... Я хочу вам сказать, когда вот так вот сплоченно, когда вот так вот сообщав, когда вот такая какая-то... Извините, у меня ком горли. Я просто не хочу даже это комментировать. Я просто, ну, не хочу это комментировать. И будьте так любезны, не сторонники моей страны. Пожалуйста, не пишите. Пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, не так... Нелегко. Сейчас нелегко. Никому нелегко. Не пишите, пожалуйста, что мы сами себя и сами свою больницу. Большая, огромная просьба. Огромная просьба. Я, слава Богу, оставила всех надежных людей у себя на канале. Я оставила всех людей здравомыслящих. Все... У меня все мои подписчики, которые близки по моему духу. Может, потому что у меня так и по две, и по три тысячи просмотров на влоговых каналах. Может, потому что я именно общаюсь с теми, со своими родными людьми. А тех я всегда... Знаете, они подписываются. Я их баню, 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 баню. Они это понимают. И потом меня не смотрят. Мне этого не надо. Правда. Мне этого не надо. Мне этот негатив вообще не надо. Все, не хочу больше негативить. Не хочу. Я просто сказала, да, я вот... Что я горжусь своей Людмилой. Людмила такую коробку сделала. Огласила. Стояла на входе. И официанты какие молодцы, да? Какие молодцы. И повара, и посудомойки, и хозяюшки, и Людочка, и хозяин ресторана. Ну, все, все, все. Низкий поклон таким людям и таких людей по Украине очень и очень много. Да? Очень и очень много. Так, теперь, девочки. Юля-то мне писала, Наташа, готовь там такое. Мы же на обощах и сидим, да. Помидоры, огурцы. Ну, помидоры я вчера свои сорвала, там, пять штучек. Вот, основное, покупаю помидоры. Огурчики свои помаленькую идут. Карпаччо. Я, конечно, хочу приготовить Карпаччо. Как-нибудь по графику посмотрю, чтобы был свет подольше. Может, сегодня будет полегче. И приготовлю. Но вот сейчас хочу такое, что такое более сытное, что, чтобы это, чтобы наесться. Я такое вот люблю, чтобы немножко желток был, немножко, чтобы он был сыроват, чтобы хлеб стал вымакивать. Вчера жара была, девчата. Вчера жара была, конечно. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Вот так вот беру прямо, и так со сковородки, вот так. О, о, девочки. Вот так едят румяне. Вот так вот они размешивают сковородки. М? Угу. Ну, иди, куда на камеру есть. Не переживай, кто-то переживает. Не буду, не буду, не переживайте. Не буду. Сейчас прожую. В общем, девчата, я погнали управляться. Я сегодня встала тоже рано утром. Решила все повыкидывать в сарае. В том, у меня столько мусора. Не мусора, а такое, что ненужное. Все на мусорку. Там распределила, там распределила. И каждые три месяца я с сарая маму в сарай. Я с сарая маму в сарай. И я все выкидываю. Выкидываю нафиг. Надо освобождаться, чтобы быть всегда налегке. Вот такие дела с моей мамой. Я надеюсь, вы улыбнулись. Вы, наверное, понимаете, да, что это не в осуждении, чтобы там не подумали, что я с мамой осуждаю. Просто гуль-гуль-гуль-гуль холодненько. Ой, холодненько. Ой, вкусненько. И вот рубях. Ладно, мои хорошие. Еще увидимся. Всего вам доброго. Что сегодняшний день нам принесет? Сейчас 12 часов. Что он нам принесет? Посмотрим. Всем мира, добра, покоя. Всем низкий поклон. Кто переживает, сопереживает. Кто вместе с нами, да, с моей семьей. Огромное вам спасибо. Моя команда растет. Растет хороших людей. Огромное спасибо. Я же сказала, давайте забьем все щели. Запомните, девочки и мужчины, пока мы улыбаемся, мы похожи на счастливых людей. Давайте радоваться мелочам, чтобы у нас не умерло ничего человеческое. Пока, пока. Еще увидимся. Может быть, в бассейне.